Двое украинских бойцов ранены сегодня на Донбассе. Оба во время обстрела позиции в Верхнеторецком. Всего с начала суток боевики открывали огонь 7 раз. Украинские военные стреляли в ответ. Подробнее наш военкор Ирина Баглай. Днем в одной из самых горячих точек на карте АТО, Авдеевской промзоне, тихо. И появляется надежда, может в этот раз перемирие перерастет в мир. Впрочем, украинские солдаты считают, это иллюзия. Пока светло. Их страховка от вражеских обстрелов. Многочисленные проверки по обе стороны от линии фронта. В основном тишина, потому что комиссии тут везде, я так понял. У нас и у них там, то есть запрещают им стрелять. А вечером уже ближе к сумеркам уже начинается. Уже вообще наглежь начался. У них тут не далеко его поставили, либо сразу выход и переход. То есть выделяется то, что они уже его высунули на самый перед. Расстояние между противниками здесь на определенных участках считанные десятки метров. Но боевики, пользуясь суровым запретом нашим солдатам открывать огонь, продвигаются еще ближе. И как доказательство, новые окопы видны невооруженным глазом. Я бы не рекомендовал сильно камерой высовываться туда, потому что пребывает у нас в той бойнице. Сюда больше безопаснее так стоять. А чем пребывает? Ну, стрелка дня. Один из мостов на Синоватской развязке как щит для боевиков. Под ним стационарные огневые позиции для тяжелой техники. Раньше зимой там танки стояли ихние, оттуда и работали, в принципе, они. Сейчас пока мисс техника вообще не слышно. Вроде как выводят их. Хоть с танков не работает, уже да, радует. Может, на туре будет какое-то перемирие, мир перезакончится эта война. Танки, которые превратили это помещение в скелет, нещадно разбивая его, боевики неделю как отвели, но на их места поставили на огневые точки СПГ. И из-под Синоватского моста продолжают вести огонь по военнослужащим. Из-под моста вчера работал СПГ, хаотично, то есть, каждую позицию чуть-чуть накрывали. Накануне боевики открыли едва ли не самый плотный огонь по нашим военным в промзоне. Почти два десятка снарядов 73-го калибра. Мы это не стреляем. А так по нас и крупнокалиберные кулеметы, и СПГ, и РПГ. Ну, бывает. Вчера, разы в пять, ну, или что-то. Это может АГС, может окопная мина. Для украинских пехотинцев цель врага очевидна. Это провокация, чтобы вынудить наших солдат на ответный огонь и обвинить в срыве договоренностей. Поэтому и в этот раз украинские орудия молчали. И даже то, что разрешено использовать для подавления вражеского огня, применять просто не имело смысла. Мы просто не достанем туда ничем. Стрелковым бессмысленно стрелять. Тем более, они в закрытой позиции, там, под мостом. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Ревюк. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер.